Командир! Сюда летят вороны! Они перебьют нас к чертовой матери! Продолжаем драться или уходим! Даю приказ авиации бомбить южный фланг противника, а танкам укрыться в лесу! Пошел! Цели поражены, командир! Что дальше? Дорогой, ты обещал вынести мусор? Лучше не скажешь! Вынести этот мусор чертям собачьим! Пехота в атаку! Теперь ты командуешь войсками Warpuff! Скачивай бесплатно на iOS и Android! Всем привет, ребятки! С вами Джофф, и это ваша любимая рубрика «Вижу впервые». Сегодня мы будем смотреть на мега эпичный бой на Маусе. На самом деле, друзья, Маус – машина легендарная в нашей игре. Это один из первых тяжелых танков 10 уровня, и в отличие от того же И-7, который тоже появился одним из первых, ну, по-моему, если не ошибаюсь, самый первый наравне с Маусом. Вот, Маус всегда страдал. Практически всю свою историю World of Tanks, всю свою историю Маус страдал. Маус и в реале страдал, потому что, по сути, он даже не был полностью собран. Вот, а то, что удалось после войны вывести, сейчас стоит у нас в Кубинке под Москвой. Он и в игре, друзья, страдает. Не знаю, как там в других посторонних проектах, которые мы, конечно, не будем называть, но у нас в игре, друзья, Маусятина практически всегда чувствовала себя очень неуверенно. Да, года, если не ошибаюсь, 2 или 3 назад Мауса апнули, там, по-моему, добавили ХП, зашили щеки, и вроде бы даже какое-то время он танковал. Но это были примерно те времена, когда еще Тайп-5 хэви апнули, дали ему вот эти фугасы и так далее и тому подобное. Но очень быстро, вот, очень быстро, игроки поняли, что если вдруг зарядить голду, а разработчики... Ты куда едешь? Дурак, что ли? А разработчики нас, как говорится, постоянно балуют все большим и большим количеством танков с пробитием голды А300 кумулятивами и 330, и даже иногда там 340 и выше, вот. Игроки быстро поняли, что если заряжать голду, то, в принципе, как ты, Маус, не доворачивай, как ты, Маус, не рамбуй, он все равно будет очень быстро умирать. Поэтому в нынешнем рандоме, конечно, после нерфа танковых фугасов на нем играется все-таки попроще, но если против тебя какой-нибудь грамотный СТ или тот же какой-нибудь там 277, ну, ты, по сути, своей не жилец. Но, друзья, сегодня вот в этом бою, как мне обещали мои помощники, которые нашли этот реплей, все будет совершенно иначе. Это карта линия Маннергейма. Олдскулы помнят, что это, оно же, заполярье. И, как видите, ситуация получается абсолютно классическая. Да, бой приятный, десятки с девятками, арты нет. ПТ-САУ минимальное количество, и как бы, вроде бы, все Маусу благоволит. Просто едь и нагибай. Но карта, будем откровенны, ну, мягко говоря, не очень хорошо задизайнена, да? То есть, возможно, на каких-то там шестых-седьмых уровнях она бы еще нормально игралась. Но на десятках, где обзор нереальный, пробития нереальные, альфа огромный, ДПМ и все такое прочее. Вот Маусу сейчас очень крупно повезло, что от 21-й Б с пушкой от немецкого Е50М его не пробил. Сейчас, скорее всего, пробьет, да? Естественно! Вот. Но на десятых уровнях, где все огромное, и в том числе, ваш ПСУ, на себе вы играете на танке десятого уровня, тут, к сожалению, друзья, Заполярье неиграбельно, потому что ущелье не особо играбельное, АБЦ-линия тоже, первая, вторая, которую сейчас давят наши прекрасные союзники, тоже очень легко отдефливается. В общем, есть очень большой дисбаланс по рестам. Именно поэтому наш герой, как вы уже сами заметили, он скатился вниз, возможно, во всех смыслах, не знаю. С ним было пара союзников, эти пара союзников умерли, и все. И сейчас Маус оказался в ситуации, когда он один дефит направление. И вот, знаете, я много раз сам был именно в похожих ситуациях, когда... Че он? А, с 21-й не попал. Вы знаете, я много раз был в похожих ситуациях, даже на этой карте, когда еще пытался взять вторую, или нет, третью отметку на 279. То есть, остаешься в ущелье, пытаешься дефить и пишешь союзникам, Пожалуйста, встаньте на ПТ куда-нибудь, или вот сюда, или сюда, или хотя бы сюда, куда угодно. Я буду вам светить, и будете накидывать. Пожалуйста, помогите. Нет, ребят, на этой карте нет, это не работает. И вот сейчас Маус именно в такой ситуации. Если 279, или семерка, или четверка очень хорошо себя чувствует вот именно в этой ситуации, то Маус из-за того, что он огромный, квадратный, и по сути против кумулятивов картонный, он чувствует себя максимально неуверенно. Не говоря уже о том, что он сейчас еще чуть-чуть назад сдаст, он подставится под Фача-Б и Шкоду Т-50. В общем, сзади как бы тоже есть танки. А союзнички, вместо того, чтобы бэкнуться, ну вот спасибо хотя бы Т-30 и КС, и они бэкнулись, вот, они продолжают там давить непонятно зачем. Так, Объект 704 надавливает на нашего Мауса, не пробивает его через каток, наверное, пытался выцелить НЛД, и пытается его, что, простите, закаруселить. Маус, кстати, у нас грамотный. Вот, на Маусе играет Ринка Миари. Короче, нормальный чувак вроде бы играет на Маусе. С помощью союзника, если не ошибаюсь, Т-30 сейчас выстрелил, пока я читал никнейм, добивается Объект 704. Ну, как говорится, Объект 704, раздвигайте ноги шире, он же крокодил, он же чит, для тех, кто не в курсе, в каком-то там 2011 году, когда Объект 704 только появился, его называли читом или читухой, потому что тогда его маска, его броня и его нереальные УГНы, которые были вот не такие, а вот такие, да, как раздвинутые ноги у портовой девки. Вот, это было что-то с чем-то. Итак, что мы смотрим? Маус действует грамотно, он использует труп этого прекрасного противника для того, чтобы закрыть свой НЛД, потому что чисто теоретически, чисто теоретически, если ему не придется сильно доворачивать корпус, а только доворачивать башню, ну, тогда даже кумулями будет сложновато, ну, реально. Есть, конечно, пробития, которые ты вообще никогда не отобьешь, я вот сейчас беру Тнетку на Объекте 268, и поверьте мне, ребятки, Маус это просто сладкий бонус-кор, потому что, как бы он не танковал, 400 пробитий не оставляет шансов, это же касается некоторых других СТ и ПТ. Но противники, я так понял, тоже как бы не пальцем деланы, потому что они бэкнулись, а, вот пытается сейчас СТ-2 бэкнуться, вот, они откатились и пытаются там что-то сверху задефить, но, то есть, на самом деле, они все правильно проанализировали. Маус при саппорте, там, двух-трех союзников, ну, они будут, они убьют, конечно, но они будут его очень долго убивать, если вообще у них это получится. Маус нас убивает СТ-2, у него пока что не особо много урона, всего лишь два фрага, но вот я подозреваю, что именно сейчас, в этот момент, будет что-то интересное. Так, Маус выезжает наверх. Вот куда есть Шкода? Шкода что-то пытается сделать, и это, как бы, девятый уровень, если у него нет кумулей, и он даже не пытается закрусселить, что он делает. А, подожди, сзади 121-й был. А как Маус его пропустил? Так. Боже, 121-й такой рак. Сзади подкатывается КСК-59, но ее фокусит Шкода Т-50. Пытается Маус... Сейчас, ну, хорош! 512 проходит Альфа, КСК упарывается на Шкоду, 121-й там помогает, КСК забирает красава Шкоду Т-50, и 121-й ее кончает. Так, ну, вот тут ситуация не очень приятная, я вам сейчас, ребятки, поясню, почему. Т-30. Непонятно вообще зачем, видимо, почувствовав мощь и смелость Мауса, вот, решил проехаться по центру. Стерва то же самое, уехал на центр, и база осталась голой. С одной стороны, они делают все правильно, они еще начинают поддавливать. С другой стороны, база голая, и сейчас тут 121-го огромный простор для маневра. То есть он может уехать на базу, встать там в кусты, начать захватывать, или, например, просто вот с РЭС подаст какой-то полочке, убить и 430-го, и Стерву, и Т-30. В общем, то, что... А Маус-то он медленный, то есть он не может за всеми поспеть, да? То есть то, что вот, ребятки, с базы уехали, это, ну, такая себе история. Все еще может, на самом деле, в этом бою очень плохо закончиться, несмотря на то, что Маус натанковал 6000, уже накидал 5000. Ну и, собственно говоря, вот мы видим то, о чем я вам, чуваки, говорил. 121-го Б, я так понимаю, вот сюда вернулся, вот сюда вернулся, и убил Стерва. А, нет, вот он, он прям тут, туда, тут же показывал союзник какой-то. 121-й сейчас раскидывает Т-30, он сейчас раскидывает Т-30. Маус, скорее всего, убьет. Эмиль с дистанции, сколько тут квадратов? Раз, два, три, ну, где-то метров 400. Эмиль с 400 метров даже кумулями, скорее всего, пробивать не будет. Там 300 пробития, мои извинения, ребят, но это невозможно. После этого Эмиль убивает 430-го. Т-30 остается один. И Маус, по сути, своей, считай, остается один. То есть одно неверное. Т-30 стреляет фугасами, ребят, о чем речь? О чем речь? О чем? О чем речь? 121-й надо забирать полюбасу. Маус не успевает. Братанчик, давай, я верю в тебя. Ты должен. Да что ж ты на автоприцеле-то кидаешь? Фоча начинает разъезжаться. Не пробивает. Маус танкует. Красава. Фоч на ББ. Судат с первого забрать обязательно, потому что пробивает. Хорош, минус. Маус танкует. 8 тысяч на танков. Эмиль пробил в борт, куда-то там залетело. БП. Кстати, под калибером. Под калибером залетело у Эмиля. Не пробил. Блин, как же он неаккуратно стреляет. Должен был в ЛД пробивать. 50-120 на голде. Начинает разряжаться. Не пробивает. 9 тысяч на танкованного. Вертуха. Рикошет. Да что это? Это, ребятки, потенциальный колобанов. Я вам реально базарю. Ну давай, давай, давай. Кинь нормально. Не успеет. И еще и Мир кидает свой барабан. У Мауса 10 тысяч на танкованного. Свиди стрельни. Свиди стрельни. В ЛД пробьешь. В щеку, в щеку, в щеку. Хорош. 480. Нормально. Пойдет. Почему Маус отступает, ребят? Вы, наверное, напишите в комментариях. Типа, Кость, у него еще 2000 хп. Он сейчас может поехать всех убить. Ребят, они могут быть... Хорошо забрал. Трое осталось всего лишь. Да, он может их сейчас поехать убить, но они могут его изи закоруселить, развести с двух сторон и расстрелять. Поэтому Маусу надо быть сейчас максимально аккуратным. Тем более, что у Хоча Б с барабана две... Сколько? 2400 урона? Вот. Если он зайдет в борт, это максимальное пробитие. Он еще может быть и на голде. Плюс там 50-120 и еще 50 тп. То есть два барабана и один цикличный тяж. Ну, вот это, конечно, плохая история. Вот это, это, конечно, дурак. Это... Но если он сейчас не... Боже, боже, что они делают? Что они делают? Что они делают? Ну, ребят, вы же понимаете, что в такой позиции даже ББшкой Хоча Б может пробить Мауса. В НЛД. Но в такой уже, наверное, нет. Боже, он стоит, он стоит и умирает. Боже, он не умирает, ему везет нереально. Маус должен был его пробивать. Маус, кстати, грамотный. Смотрите, корпус в одну сторону отворачивает башню, в другую максимально грамотный. Блин, ну как ему не везет с залетами? И с полным сведением не везет, и с вертухами не везет. Фоча Б разрядился. Вот если бы следующий барабан у Фоча Б... Вот знаете, в чем прикол сейчас ситуации? Сейчас сзади подъезжает вся Су-20, вот так подъезжает сзади, все, Маус умер. Он не сможет, он медленный. Это вам не ИС-7, это не ИС-4. Он не сможет быстро на два направления работать. Поэтому Маусу сейчас надо делать грамотно. Ему надо просто продавить один фланг. Ему нужно убить сейчас этого Фоча Б, чтобы освободить себе одно направление. Потому что если сзади сейчас заезжает танк, это КБ... Да ладно, чувак, ну ты как кидаешь? Что? Что? Вы это видите, да? Вы это... Не, все, Фоча Б умеет. Ребятки, что у обезьяны в голове? Знаете вот этот мем, да? Что у обезьянки в голове? Фоча Б, что у тебя в голове, чувак? Какие могут быть фугасы? Это опасно. Уходи, Маус, Маус уходи. Получает. Еще один точно получает. Не, не получает. Таран, таран. А все, тут даже таран не нужен. Фоч Б так х**ню сделал. Он такую х**ню сделал. То есть ему чуть-чуть покайтить, подождать, пока реально поляк уже заехал сзади. Фуловый поляк, который может быть на кумулях. Блин, зачем он едет? Боже, какие дураки. Боже, какой дурак. Ему нужно... Ему нужно сейчас поджаться под угол и подождать 50-120 и выкатить одновременно. Танкануть один шот от Мауса, 50-120 заезжает в борт. Но это как я себе вижу, да, диванный? Аналитик. Ой, боже, какие раки. И просто убить Мауса. Они это... Боже, ребят. Боже. 15 тысяч на танкованного. Ребят, этот Маус просто бессмертный. Он просто бессмертный, ребят. Он просто бессмертный. Боже, еще и на... А где 50-120? Просто вот знаете, просто вопрос. Не мой. А где 50-120? Боже, боже, что? Ну, стреляй в НЛД. Боже, он даже... Боже, он даже башню не может... Этот умирает. Боже, фугас! Что ты творишь? Боже, Маус... Как чати правильно пишут? Тупо мама. Тупо красавчик. Просто красавчик. 10 тысяч урона. Это мы уже сейчас видим. Воин. Колобанов. И 15 тысяч на танкованного. Да, друзья. Увидимся, когда увидимся. Чуваки, ну у меня просто нету слов. Это... Да, я понимаю, что нашему... Герою тут очень везло. Столько идиотов я, конечно, давно не видел. Нет, конечно, я их каждый день в рендами вижу. Но это что-то нереально. Маус может танковать. Маус может выживать. Но для этого нужно, чтобы ваши противники были идиотами. И стреляли по вам фугасами. Всем спасибо, ребятки, кто посмотрел этот видос. Если вам понравилась рекламка в начале, прожимайте лайк. И за видео тоже прожимайте лайк. Увидимся на стримах. Пока-пока.